привет господа танкисты вы на моем youtube канале сегодня посмотрим посмотрим запись боя игрока играешь его на тигре втором с никнеймом хребами каким никнеймом неважно короче карта тихий берег карта тихо берег стандартный бой играет против восьмерок одна арта 2 лтшки очень много пт кстати я заметил очень много пт сейчас посмотрим что он будет в этом бою делать очень замечательно дам спойлер здесь настрелено уйма дофига тысяч урона плюс одна очень одна очень редкая медаль получена вот так он поехал ну понятно куда он поехал на лево фланг драться стежами поехал на лево флаг драться стежами его прикрывает супер халкад да про я правильно понимаю халкад еще с ними хотя нет еще кто-то сзади едет випера едет и совц так вот код тут же стреляет я пока смотрел в кинден тингер серия кстати одну за особенность заметил да на количество снарядов посмотрите одного типа все голдовые снаряды все голдовые даже ни одного фугаса нету то есть фу голда тут значит человечек играет хорошей статистике скорее всего раз у него такой боекомплект заряжен так он подъехал сюда думает выезжать не выезжать непонятно чего будет делать так 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 тут тигрюша выходит кинг тингер это не тигрюша кинг тингер 7 уровень танк тяжелый во взводе кстати так пытается выстрелить он видимо от башки танкует так здесь видимо дерево упал он поэтому сюда стреляет что-то я пропустил момент видимо на мини-карту отлегся я вижу что там дерево сломано видимо на это как раз заметил что сломано дерево и поэтому поэтому решил туда выстрелить ого бизонта айти хорошо борт башни залетела так вот чем вопрос так в принципе випера прикрывает супер халкат ссылка халка супер халкат он тут один ну я думаю в принципе эти два танка птс ау прикрывает ой хорошо борт представляет 414 подожди кайфа 360 да по-моему тигра на 360 охренеть хорошая альфа у него ходит 360 так супер пешего не пробивает отличие сейчас видимо лечо будет выцеливать про дарта его ебет по тихой давлечо как раздает класс 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 не попадает броню так что-то маленько тигр кстати сзади уходит кстати на том фланге пока ничего такого особенно не происходит единственное по моему он проигрывает неизвестно там сколько у т-29 нашего хп да ну хотя там принципе т-343 есть отрисовка танка хорошего да заметили вот сюда вот здесь хорошая отрисовка танка о о о ля какая отрисовка да так все стрелял на автоприцеле что ли или ты я просто неправильно смотрел на ней про инструкции так трассе 5 летая тут на голде трассе 5 фп кстати это которого которого 90 урона барабан барабане в снаряде так он что влетел отъехал непонятно пока ситуация ситуация непонятно честно говоря так тут с мвц по 240 дает но они пробивают на крюссейдер по кд стреляет просто второй раз уже стрельну первый раз без урона второй раз как раз 209 дал это уже как бы серьезно так кто-то подставляется хорошо 408 48408 дает мне хорошая альфа у него летит так тем временем уже тем временем почти три с половиной тысячи урона на минуточку так команда то сливает команда то сливает и по хп и по количеству танков крустадер так и стреляет крустадер так и стреляет ну понятно в рентгене поэтому пока да будет сюда и стрелять него потому что он видит что этот фланг проигрывает тот-то фланг более-менее выигрывает а этот-то флангчик конечно же конечно же нет конечно же нет не выигрывает можно сказать так ничего особенного не проехала тут самого цели что объехать его сюда встал кстати супер хулкат еще здесь здесь трое я так смотрю он опасается от 1375 него улетел не влетел в борт потому что он там светился и больше он не светился ни разу на крустадер кстати переключился я думал что будет выезжать потому что как понимаю потасал по нему с той стороны на смысле с этой позиции не стреляет по нему поэтому наверно будет где-то здесь выходить да будет прямо выходить и принципе его никто не стреляет и ничего ему не из этого не помешает кстати тем временем тем временем посмотрите на мини карту что происходит происходит полный капец тот фланг полностью умер счет 310 то есть это предварительно это похоже на очень слив предварительно это похоже на слив до супер хулкат поехал там типа дефиц мвц самого с кого-то твп в эту убил так наш игрок тем временем выкатывается забирает бизонты тут с мвц остается так-то ранит у охренеть 10 кп затаранил так он ждет чтобы супер хулкат на него не вышел я так понимаю сейчас супер хулката будут убивать он думает что он уезжает да вот он супер хулкат как раз что той пытается пытается выцелить не получается да супер хулкат поставляется сам спокойно свертухи забирает не свертухи на авто прицеле то есть так и сейчас поедет на в то и по счет 8 11 по хп преимущество у противников примерно в два раза курсодер 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 так и стреляет так и стреляет. Так, пытается выйти, как-то забрать. Ой, не дать. Как-то забрать, как-то дать урон. Да, и хорошо дает борт башни или в корму башни. Непонятно. Ну, куда-то туда дал. Так, 13.75 какую-то ерунду делает. 13.75 какую-то ерунду делал, да. Непонятную, на самом деле, какую-то он ерунду делал. Ну, да ладно. Так, авто перестало стрелять в него. Тем временем, тем временем. На полу-три тысячи проигрывает наша команда. У нашего, у нашего игрока уже 5000 урона практически и 6 фрагов на минуточку. Это вам уже как бы не хухры-мухры, я считаю. Так, тигрюша там не видно его. Тайп еще АТ-7 не светился и круцедер не светился. Непонятно, где АТ-7, потому что в позиции К6 они по нему не стреляли. Так, Севецы был 207 хп, его забрали. Отлично. Отлично. Так, Випера забирает тайп, остается тигр. Тигр на тигр. У тигра 1000 хп, у нашего 1200. Кто победит. Так, наш первый дает. И вот, по-моему, стоковая башня, наверное, и стоковая пушка. Пушка еще при этом, да? Так, спокойно он не стреляет. Спокойно. Охренеть, это как? А, чуть повыше полетело, да. Чуть повыше полетело. Как раз в стык попало и поэтому не пробило. Кстати, тигр на 353 нашему тигру дал. Да, у него все-таки башня стоковая, но, видимо, пушка у него не стоковая. Хочется, играет на ББшках, но не составляет особого труда пробить тигра. Так, но наш игрок не из робкого десятка, поэтому он, блядь, собирается силами и решает, что нужно ехать вперед и ломать кабины всем. Вот, поэтому он едет вперед спокойно. Даже не сдрогнут. Так, я так понимаю, сейчас его в башню будет спокойненько стрелять. Да, конечно же, башню будет стрелять, потому что башня у него стоковая. Скорее всего, он его сейчас не пробьет, потому что на ЛД он прячет. Так, тут он спокойно выцелил, на ЛД дал. Так, ну и все, 8 фрагов, 6200 урона. Асоэса Т7 и Крусейдер. Так, надо досматривать. Здесь я, ребята, маленько перемотал. Это время, пока он ехал до Т7. Приступаем к просмотру дальше. Так, здесь он, кажется, Т7 встречает. Спокойно дает ему один урон, он на него разворачивается. Так, ну я так думаю, на него будет прямо выезжать. Да, хорошая отрисовка танка, конечно. Все так понятно сразу. Так, сразу понятно теперь, где арта. Странная отрисовка танка. Очень странная отрисовка танка. Ага, понял. Понял. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, ну сейчас он, я так понимаю, будет арту искать. Сейчас он будет арту искать. Кстати, 9 фрагов на минуточку. На минуточку 9 фрагов. Так, маленько, я думаю, матануть можно вперед. Где тут арта у нас? Вот, как раз он арту видит. Ать, спокойно забирает. Вот и все. Результаты боя перед вами. Это, конечно же, мастер. Медаль, фадина, воин, основной калибр. 7 938 уронов, 10 фрагов. И на минуточку. Внимание, внимание сюда. Командный результат. 2 189 опыта. Играя с семерками. Ну, с восьмерками, с семерками. 2 190. 189 ему дали. Это какое-то огромное количество опыта ему дали. Я так понимаю, за фраги очень много накинули. Ну, плюс 8 тысяч урона. Вот такой вот был бой. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. До скорых встреч.